Не, мы можем встретиться, кто-то живет до следующего года, например, да? Но это уже будет другая встреча. Что мы знаем наверняка? Мы знаем наверняка, что у каждого из вас есть судьба. И каждый из вас не виновен. Вообще для меня существует только я. Для меня существует для любого из вас тоже. Существует только я и сейчас. Я живу один раз. Да, то есть... И я секунду назад, ну, другими, я изменился. Ваши сайты все время меняются. Детерминировано оно, в какой степени да, но не предопределено. Вот из этого мы можем исходить. Когда мы, так сказать, поймем сознание. Мы, кстати, когда поймем, мы поймем это, что мы думаем. Но мы поймем тогда, во-первых, когда мы сможем это воспроизвести. А когда мы сможем это воспроизвести, только тогда, когда мы поймем мотивацию, которую мы делаем. И он говорит о том, что человек не вычислил. Так? И он говорит о том, что... Ну, про Кландову и Крещан говорит, да, вот. И он упоминает хаос. Он упоминает хаос, но он каждый раз сам с собой полензирует. Он говорит, вот хаос вроде тоже не вычислим, но вот мы тоже вычисляем. Да, мы не можем предсказать погоду, но мы можем предсказать какую-то погоду. Она какая-то вычислим, она другая в самом деле, но вот какая-то будет вычислим. Он не сам не уверен в том, что вы. Майнцер пишет, когда хаос не вычислим. И Факон говорил о том, что число подобно вещи. Вот наша математика, она абстрагирована из платонии. И с идеальными людей, да, и мы к этому привыкли, и они могут задушить, если что-то скажете иначе, да. Так что поэтому. И, вы знаете, я давно экспериментирую с хаосом. Слове я о небольшом эксперименте только расскажу своем. Вот Георгий Инатьевич подбросил мне как раз одно отображение. Я с ним немножко поиграл и, наверное, об этом сегодня расскажу. Так, как мы тут переключим? Ну да, я коняк сказал. Ну вот смотрите, такое вот отображение. Очень простое. Формула. Единица минус 2 выжить на модуль х. Х и плюс 1 равняется х, минус 1 и иди. Значит, если мы подставим вместо х нулевого нутрицу, то есть 1 равняется х. Ну, с точки зрения мотивации, очевидно, что предел этой последовательности будет 1 равняется. Да? То есть 1 равняется х, минус 1 равняется х. И мы, в принципе, можем ее только с какой-то… Ну, не можем бесконечно трое, то есть мы когда-то остановимся. Давайте попробуем посчитать. Вот возьмем вместо х нулевого, допустим, вот это число. Одно третье, да? Ну, 100 число, до 15-го, завтра. И будем считать. Компьютер может считать не только двоим образом, можно его заставить считать и все. Он будет воспринимать вот это, как последний сын, как текстовую строку. И может имитировать расчет, что когда он не будет, ему не будет смотреть. Да? То есть мы будем считать. Уже получится смотреть. Вот одна третья, да? Вот он долго будет тянуться этой трассой, да? Вот одна третья. А потом… Акцесс не зайдется. Будет хаос. Как будто… То есть вот эта вот неопределенность выведется. Вот это… Теперь давайте посчитаем, когда… Так как считает компьютер. В h-мокке. То есть сморочью точку. Ну и похоже сначала. Потом перейдет хаос, а потом в хак и минус и минус. Казалось бы совсем неправильно, да? То есть ну как из этого может получиться минус и минус? Ну давайте дальше посмотрим. Вот это отображение я себе галактически представил, да? Ага. Что-то идут цель. Вот вот. То есть это у меня есть. Дело в том, что в этой последовательности существует… Ну вот числа вида, да? Плюс-минус k на 2 в седине. Всегда будут ввести нас минус единички. То есть они образуют такую густую фрактальную семечку. И они в том, как вы попадете в число такого вида, да? Вы притянетесь к минус единички. Если вы попадете в число такого вида, и оно не будет совпадать с таким числом, то вы попадете сюда, в одну треть. То есть две такие фрактальные семечки существуют, которые притягивают… Если вы… Если вы… Если вы… Если вы… Значит, теперь смотрите, что… Давайте мы возьмем в качестве висневого… Вот одну из этих чисел, которые ввезет к одну версию. Ну, например, минус си дает на 3, можно на 2,15. Действительно, система это будет не так. Смотрите, что будет… Если мы будем считать славующие точки… То есть мы сумка. А чем отличаются вычисления славующие точки? Они отличаются тем, что там есть мизерное-мизерное… Ну, поверьте. Чем оно вызвано? Нам вызвано тем, что в теории действительно число бесконечно, а в компьютере – конечно. И чтобы мы их, так сказать, не выполняли, мы не сможем его по сравнению обойти. Его, как бы, пытаются обходить, да? Но они не сами не ассоциативно сидят. И, как бы, погрешность существует небольшая. И ничего страшного. Но, тем не менее, вот мы… Мы попадаем в одну третью. Но потом мы опять попадаем в инстинкции. Это из-за того, что накапливается инстинкция в инстинкции. Если мы посчитаем столбик, то… Будет минус единичка, а потом холост. В смысле, будет на третью, а потом холост. Давайте возьмем крючее слово. Придельно близко к минус единичке. В этом укроме, которое, как бы, притягивание, да? Что-то получается. Видите, вот оно висит. Минус единичка. А потом переходит к холосту. Это там, где я хотел сочетать столбик. Если считать сплавающую точку и сплавающую с небольшой, да? То… А мы перейдем к холосту, а потом минус единичка опять. Ну, то есть, вот это число и минус единичка – это разница. Принципиально разница. И в вашей судьбе принципиально разница могут быть совершеннейшие мелочи. Ничтожная ситуация у вас в Москве меняет судьбу. Значит, теперь давайте посмотрим, что получается, если мы возьмем эрациональное число, это золотое сочетание. Да? Посчитаем столбик – получим хаос. Получим хаос. Поменяем один знак. Ну, точка, это же национальное число на бесконечное количество циклов. Да? Каждая следующая цикла меняет решение. Это говорит о том, что точность нашего знания о прошлом в общем сничьи. И увеличивает наше знание о будущем. И более того, будущее срушается. Вселенная не предопределена. Она детерминирована. Но она не предопределена. И так же, как и человеческая судьба. Вот законы, регулирующие, скажем, наше сознание и космос, они не предупредили. Хотя, несмотря на то, что Маклас указал, что это совсем разум. Вот Маклас говорил, да, что если бы мы знали начальное условие, ну, сверхразум предсказал бы судьбу Вселенной на сегодняшний время, да? Но он говорит, ну, человеком от него не может, да? И вот какая пропасть между человеком и математикой? Да нет этой пропасти. Космос такой же. Просто масштабы, так сказать, разные. Нам кажется, что это может. Вот мы можем, как сказать, солнечное затмение, там, с точностью дали секунды, да? А судьба солнечной системы никакой не предупредит. Сам птилистный не решил, какая она будет. Там же механик теоретический, на самом деле. Давайте дальше посмотрим. Ну, если же система может быть, то давайте точно. Ну, если считать, что… А теперь еще давайте. Вот несколько отображений, которые переходят к хаосу через серию депутата создания периода. Простейшие отображения, которые способны переходить к хаосу, да? Ну, это, я так считаю, оценку показателя Лептунова. На самом деле это не совсем, конечно, верно. Но к хаосу работают. Эмоции… Я взял… Это отображение собрежащей национальной консамбле и идеи. Почему? Александр Лептунов – бесконечное количество цифр, мы их знаем. Ну, не всех цифр, да? Но сколько хотим, сколько можем узнать, да? И посчитал карты вот эту вот показателя Лептунова. Вот здесь вот все сходится и все привычнее нам. То есть здесь малые изменения в прошлом, рождает малые изменения в будущем. И, в общем-то, все так же. А здесь нет. Здесь знак… Любой знак изменитель и решение не изменится. А вы измените принципиально. То есть… Вот это вот простейшее отображение, да? То есть они… Вот здесь вот не работает этот интуитивный принцип. Малые, так сказать, изменения в настоящем, так сказать, малых изменениях. Это для числа Пи. А вот как вот для числа Е? Ну, в суть то же самое, в будущем договорились. Вот границы. Кстати, эти границы между вот этим порядком и хаосом. Они еще такие… Фрактальные, красивые, сложные. Я сделал из вот этого отображения клетчатый автомат. Ну, дикординальный клетчатый автомат. То есть это… Ну, это какие-то анимации, да? Формула растет из одной веточки, из одного числа. Правило, формулы во всех веточках одинаковые. Семьерка должна сохраняться до конца вселенной. С точки зрения вызывать физические поддействия. А знаете, что тут происходит? Любой, как-нибудь решитель, лейтенаций сразу скажет, что… Ну, естественно, происходило, что погрешности боевых впечатлений… Ну, несоответственно, несоответственно, накапливается и… Сказать, а что… А в действительности как оно будет происходить? Что с Семьерка будет сохраняться? Нет. Если вы построите эту систему физически, она будет вестись отлично так. То есть любая физическая… Какая бы процедионная вы ее ни делали, да? Она все равно… Ну, микрофлуктурация… Реальность флуктурирует. Реальность флуктурирует. И неременно спутягивает эти вещи. Да? Так только на миру возник. Вселенная-то возникла. Флуктурирующая ничто. Да? То есть… Если бы не было этих ошибок… Да ничего бы не было бы вообще. Поэтому эти ошибки… Это не ошибки. Это… Высшая, так сказать, вещь… Высшая мудрость этого дела. Собственно говоря, вы знаете, я всегда хотел получить какую-то простейшую математическую систему… Которая бы демонстрировала нам вот это вот… Наше свойство, да? Дезерминированное. Но не повторяется и не прислезает. И вот с помощью этих вот простейших хаотических… Ну… Это все красиво, да? А… Ну… Но, к сожалению, не сказали все это дело, да? Я предложил такую… Идею какую-то, да? Неправильные числа. То есть вот… Дискретные числа, они статичные. Бесконечные, да? А… А… Вот мы можем его выбрать. Мы можем выбрать его один раз в истории Вселенной. Вот когда мы два на два умножаем, получаем четыре. Это мы можем сделать один единственный раз в истории Вселенной. И никогда это не будет четыре. Это будет всегда четыре. И… Что ты еще? Ну, я часто провожу, например, со стаканом воды, да? Стакан воды при нормальном условии всегда загибает при стаканусе. Но он никогда в истории Вселенной не загибел при стаканусе. И никогда не будет. Почему? Потому что на них сложный процесс, кстати. Да? Загибает. Поэтому… Естественный переход… И нам надо отразиться как математика, да? А основа математики – числа. Вот терморальные числа. То, за что меня бьют и ругают, да? И… Ну, и все равно. И… Вот это то, что двигает… Искаю судьбином, по-две идеально. Ортаром идеальный, полностью идеальный. Ну, это реконимация. Это неестественный ответ повторяется, да? А в действительности это никогда не повторяется. Царик сказал, что это правда. Что такое темпоральное число? Темпоральное число – это число, которое… Темпоральное число – это число, которое… Ну, это еще первое число томата. Которое состоит из, как бы, из двух частей. Номинальных – это то, с чем мы активируем, и феноминальные. Это то, что за пределами того, что мы считаем, да? Ну, вот это вот одно из этих отображений. На основе этого сделано после конечной автоматуры. Ну, я назвал это конечной автоматуры. На самом деле, это континуальные… Ну… Цуцца называл «высительное пространство», более адекватное, наверное. На самом деле, на самом деле, на самом деле, на самом деле, это не исключительно, но я бы в данном случае не вспоминаю. Это чуть похоже на сеточки, которые на решение здесь уравнили. Ну, и вот, видите, вот такие структуры я получил, собственно, то, что хотелось, да? Диземинированно, не повторяется и не устает. То есть, вот эта вот двуклазная вещь, она будет меняться, да? Это примерно то, что происходит у нас внутри. Вот основа нашего сознания, да? Это нечто подобное. Мозг – это сложная структура, да ничего подобного. Это сквийская масса. Просто музыка, который хочет жить, научишься соображать. Сквийской массой, да? И, кстати, нельзя забывать, что это эволюционная штука. Произошло это, да? Это произошло… Правильно, гены хотели риклицироваться. И этому все подчинено. Кстати, здесь как раз неважно и поздно, что очень важный. То есть, это основа нашего осознания в том числе. А эгос – это противоположность, да? То есть, здесь вот это все, да? Темпоральное число, феноменальная часть. То есть, число мы можем извлечь из множества. Один единственный раз в столице лет. Больше ты никогда повторить нельзя. Ни один вычислительный акт повторить нельзя. Нет, мы можем, конечно. Иногда это неважно. То есть, иногда мы можем… Но когда речь идет о процессах невинейных, когда речь идет о рекрустильных процессах… Это важно. Потому что невинейность увеличивается до какой-то важной фунтуации. Что, собственно, Вселенная и сделала? Функтурирующая ничто. И она из этих вот погрешностей, сфунктуаций создала нас и в том числе нас. И то же самое поместила, так сказать, в наши головы, да? Ну вот это вот, собственно, та картинка. И вот, когда мы обращаемся к машине, в которой будет что-то такое… Чем отличается машина от человека, да? Лига, если сам, да? Что то, что… Нюрия животного в том числе, да? То, что у животного человека все то, что он далеко, но подчинено функцией. А в машине вы скоро нам придетесь на то же время сначала подчинено функцией, потому что он будет опускаться ниже и найдется там кремный просто, да? Например, там металл, да? А здесь почему? А почему? Потому что эволюционный, так сказать, сделать, настраивать. Ну, как вы говорили об этом. Вот. Можно ли создать искусственное что-то подобное? Я говорю, что можно. И мы, собственно, как бы… И если мы этого не создадим, то погибнет наш цивилизация. Потому что… Ну, планета исчерпает. Что бы мы не делали там зеленая, синяя, которая уже не благодарна здесь. Мы все равно ее разобрели и она сама погибла. Поэтому… А единственный способ выжить – это познать вот этно экспансию. Собственно, суть жизни экспансии. Вновить. Поэтому… И поэтому мы создали главную проблему. И это наручную проблему. Хорошо, что мы о ней заговорили. Я заболтал вас. Да? Так. Ну, вот это… Снимки какие-то вот этой вот… Субстанции, да? Ну и, собственно, все, наверное, да? Ну, вот… Вопрос. Вот такой вот… Субстанции… Заинтриговали… Это… Понятно. Это… Это… Финомиальные слова… Вы его не знали, что вы делали? То, что вы видели… Вы знаете, что… Финомиальные… Семьянные… Вот этих вот… Темпоральных чисел… Немерцы… И пославливающие точки. Ого! А как… Я спрашиваю. Как вы его реализовали? А его не надо реализовывать, а то и так… А, вы знаете, не бойтесь… Не бойтесь… Не бойтесь… Естественным образом… То есть… А почему… Естественно… Ну, он будет вести себя, как как бы… Не совсем… Не совсем… Так точно, да? Ну… А пока… То есть… Некоторые… Слыши… Это правильные числа… Какие? А не равно А… А плюс Б не равно… Б плюс А… То есть, если в этом картинке… Выкладывали туда… Если на Божьем, например… Напишут… Два, два, два… Я получил… Не всегда… Не ассоциативно… Хорошо? Не… А… Не ассоциативно… Не ассоциативно… Конечно… То есть, если там… А плюс… И… Б плюс С… И… Переставиться… И вы на ней не будете… Так сказать… Ни… Смысл не загоняется… Этим они похожи… Ну… Я не могу… У вас… Концепция… Ну… Естественно… Как бы… Не сразу… Значит… Можем… Хорошо… Ты… Хорошо… Ты принимаешь… Вы знакомы с… С… Действительные числа… Да… Действительные числа… Бесконечные… Да… Понятия есть… Но считать вы не сможете… Ну… В общем… Аналитически… А… Аналитически… Хорошо… Ну… Давайте мы вернемся к последованию с рациональным числом… Вы не можете полностью… Представим… Ну… 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 Ну и что? Дело в том, что… Я… Вот… Если мы представим, что вот это вот наше… Ну… Скажем так… Волнение наших вселенных… Ну, мы можем так сделать… Или какую-то вселенную… Да? Ну… Фигурирует… Что-то… И… Кстати… Волнение… Как здесь мы живем… Наших вселенных… Значит… Она как-то реализуется… В наших вселенных… Или эта вселенная… Она как-то реализуется… Она происходит… То есть… Что происходит? При том, что… Значит… Какое-то… Фигурирует… Какое-то… Фигурирует… Да? Извините… Мы взяли по-толочке просто… Дать ответ на вопрос… Да… Если нельзя просто… Тогда, пожалуйста… Вместе… Да… Дело в том, что… Каждый съедающий знак «И» меняет судьбу с цветом… Да… Ладно… И… О чем это говорит… Это говорит о том, что… Вы же не знаете… Какой точностью считается… Возможно… Скажем по-разному… Каждый… Да? Но он всегда как-то считает… И… Вот эта вот… Э… Феноменальная часть… То есть… Все происходит… Слово говоря… Трицелых анализи от основной части… А вот четыре… Солны… Дело в том, что… Мы никогда не… Мы никогда не… Узнаем эту феноменальную часть… Важно в том, что она существует… Понимаете? Важно в том, что она существует… И… И… Она меняет все… И она делает наш мир… Она… Субсанасова… Солнце будет… Она… Слово… Непредсвязует… Нашего мира… Если бы это было не так… То… У меня было бы… Синтрики… Золотой Лапасов… Все это… Да… Да… Вот… Я понимаю, что это Вашим будет настолько… Вольным контролем… Димом… Золотой… А то… Что… Нет… Лебенец… Да… То есть… Лебенец… Он… Он не про электрон писал… Он писал о том, что структурные элементы… Ага… Ну, то есть он про электрон, естественно, не писал… Он писал про то, что… Ваши проекты… Почему приличны с электронами? Там… Там… Бументарные частицы… Бументарные… Там… Вот… Вот… Всё-таки… Вопрос в том… Что… То есть там… Вы… Вы… Подождите… Лебенец… Нет, я и того, и того стерил. Хорошо. Вот о том, что все. В колесе, допустим, есть функциональные тексты, шины, но опыт состоит просто из металла. А шины, допустим, в пол, в пол, в пол. А в житлом все-то, поскольку элементарный эквактор, все-то членов функций. Да. Вот были какие-то научные подтверждения, которые требуют подтверждения. Ну, это достаточно, знаете, не факт. Это не гипотеза. Это не гипотеза. Готовость требует подтверждения. И, очевидно, допустим, не очень умеется. Хорошо. Ладно. Вы дышите. 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 Значит, вы с Беогими немножко знакомы. Вы знаете, есть упакованный потенциал. Дышите. Да? Вот обмен. Собственно, адекватный процесс. Собственно, дыхание ваше происходит по тому, что... Знаете, оба колеса машины тоже состоит из электронов, прогонов, квартов. Они не подчинены функции. Как не подчинены? Ну, так. Потому что у них не будет. Если у них больше колеса поддерживать, извините, я не подчиню. Нет. Вот колесо телеги. И вы взяли дерево, шубили, спидили, сделали внутри. Основное дерево. Ну, давайте машину наздем. Надо там понять. У тебя как-то... Ну, в машине... В машине... В машине найдется металл. Да. Которые функции не подчинены. Как не подчинен? Да. Эээ... Потому что, я говорю, вы дышите, благодаря тому, что существует... Эээ... То есть колесо тоже существует. Потому что там год, но есть структура. Эээ... Вы можете вырезать колесо, из чего угодно. Ещё раз сказать. Если делают из палок, то изделите для того, другого, из чего угодно все делается. Да. Ну, то это и получится. Нет. Ну, здесь мысль Лирница совершенно понятная. Она совершенно чёткая. Она вам очевидна. Но она... Нет. Но... Я понимаю, как... ...вот это вот, да, повторение... Каждого пальца. То есть вы — фрактал, и я — фрактал. Почему? Потому что это революция. Иначе быть не может. Или с вами фрактал. Ну, вот здесь все революционные, или... То есть, фрактальный и нефрактальный, это можно долго обсудить. Нет. Ну, тут можно действительно долго обсудить. Самоподобие. Вот вы самоподобны. И я самоподобен. И всё у вас самоподобно. Это повторение одной и той же свидетелем. Нас не все самоподобно. Как это не все самоподобно? Да в чём вы себе? Вы понимаете, что пользуются литнице Нармана, а литер ставят... Нет, это уже не литница, это уже реалитарная биология, да? То есть машины, кстати, не имеют фрагментной разъемности. Почему? Потому что они сделаны из кусков. А организма нет. Вложиться растениям. То есть если это было сделано 3D-печатным, то это уже было бы выделено. Это правильно высказываете? Ну, конечно, но там 3D-печатка, опять же, не отдам уже все структуры. В Аппасе, в Аппасе, не знаю, что кислить этих начальник дамы. Они не знают, что кислить? Нет, В Аппас, да, В Аппас, это все. Да, в Аппасе может заглянуть как угодно далеко вперед и как угодно далеко назад. Увы, да, у них существует правильные атака, существует с участием из-за них начальник дам, в отношениях параметров. У нас же эти вещи значат ко мне. То есть компьютеры, цифровой компьютер, он, естественно, не может себя ощущать в существующем, но, собственно говоря, он имеет судьбы.